Сборная Казахстана стала чемпионом мира в мобильной онлайн-игре PUBG Mobile. Чемпионат проходил в Индонезии. Соревнование попало в книгу рекордов Гиннесса. Участие в нем приняли команды более чем из ста стран мира. Моя коллега Ботагос Айджанова встретила в столичном аэропорту капитана команды и узнала у него подробности, как наши земляки одержали победу. 13-килограммовый кубок, золотые медали и 50 тысяч долларов привезли игроки сборной Казахстана по киберспорту в дисциплине PUBG Mobile. Чемпионат такого уровня проводится впервые. Сильными противниками казахстанцев были игроки из Турции, Марокко, Саудовской Аравии. Наша команда отобрала первенство в сборной Брунея. Мы приехали после Малайзии. Мы целый месяц играли там в крупный чемпионат. Кажели мы туда не прошли на гранд-финал. Приехали очень голодными, хотели победить. Были очень сильно мотивированы. И мы сделали это. И привезли кубок домой. PUBG Mobile это мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы. В последние несколько лет она стала очень популярной среди геймеров. Для этой игры не нужна мощнейшая техника. Достаточно лишь смартфона. В составе казахстанской сборной в этой дисциплине 4 человека. Бахаджан, Ельмимбет, Даниарху Накпай, Арман Чамани. Они живут в разных городах. Капитан из Алматы. Киберспорт это когда расстояние не помеха командной игре. Этот чемпион, кстати, попал в книгу рекордов Гиннеса. Потому что там участвовало больше 100 стран и более 700 атлетов со всего мира. Это первое уникальное достижение, которое еще в киберспорте такого не было. Это как такая мини-олимпиада была. Ежедневно спортсмены занимаются от 3 до 8 часов в день. Просто держать смартфон в руках и играть в перерывах работы недостаточно. Быть профессионалом и достигать результатов на соревнованиях требует больших усилий. Выдержку, внимательность, принимать быстрые решения, разрабатывать стратегии. Это и отличает киберспортсменов от обычных геймеров. Бутагос Айджанова, Курала из Басарова, Асылхан Смитбетов, Жебек Жулы. Продолжение следует...